Салом, мои дорогие! Дорогие друзья, с вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы ТЦВ. Она рассказывает про одежды служения священников Коина. И мне хотелось бы понять, что из этого мы можем взять для себя сегодня те, для кого эти одежды, скажем так, не предназначены, а также для чего, в принципе, нужна одежда, точнее спецодежда. Или униформа. Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с вами с того, что Тора многократно возвращается к теме святилищ. Повеление о постройке, порядок выполнения работы, сборка, разборка, функционирование. Все это описывается вновь и вновь. Святилище это сложный инструмент, некий механизм, который должен соединить между собой землю и небо. Для того, чтобы успешно выполнять эту задачу, надо обеспечить нормальное функционирование всех элементов этой системы. От механизма требуется только одно, чтобы он работал. Если что-то в нем будет сделано неправильно, то он даст сбой. Отсюда следует, что человек, который надевает униформу, отказывается в какой-то степени от собственной личности, от собственных желаний. Он делает это ради служения. Итак, в главе описывается одеяние священников, коинов, в которые те должны быть одеты во время храмовых служений. КТОНЕТ – длинная льяная рубаха, МИХНОСАИМ – льяные штаны, МИЦНЕФЕТ или МИКБААТ – льяной тюрбан, АВНЕТ – длинный пояс, и Коэн Гадоль первосвященник вдобавок надевал ЭЙФОТ – одеяние наподобие фартуха, сделанное из синей, пурпурной и красной шерсти, льна и золотых нитей. ХОШЕН – нагрудник с двенадцатью драгоценными камнями, на которых были выгравлены имена двенадцати колен Израиля. МЕИЛ – это плащ из синей шерсти с декоративными гранатами и золотыми колокольчиками вдоль нижней кромки. ЦИЦ – золотая пластина, надеваемая на лоб, с выгравленными словами «Святыня Богу». Мне хотелось бы более подробно остановиться на двух из этих восьми одеяний первосвященника – Хошене и Эйфоде. Нагрудник был выткан из нити, состоящей из двадцати восьмих составных частей. Он имел форму прямоугольника и складывался пополам, образуя два квадрата. Первосвященник носил его на сердце. Между двумя его слоями были вставлены «Урим вэтумим» – свитки пергамента, на которых Маше записал божественное имя, состоящее из семидесяти двух букв. «Урим вэтумим» заставляли нагрудник светиться, давая божественные ответы на задаваемый ему вопрос. В Хошене имелось четыре ряда отделенных золотом углублений, в которые были вставлены двенадцать драгоценных камней по числу колен Израиля. На каждом камне было выгравено имя одного из колен – Рубин-Рувен, Топаз-Шимон, Изумруд-Леви, Карбун-Кул-Ягуда, Сапфир-Исахар, Алмаз-Зебулун, Яхонт-Дан, Агат-Нафтали, Аметист-Гат, Хризалит-Ашер, Ониск-Йосиф, Яшма-Беньямин. Эйфот представлял собой своего рода фартух, только одетый задом наперед. Он завязывался спереди поясом, представляющим собой одно целое совсем одеяние. Задняя часть Эйфота поддерживалась двумя лямками, перекинутыми через плечи Коэна вперед. Эйфот был соткан из нити, скрученной из 28 частей, включающих разные материалы, в том числе и золота. Концы плечевых лямок украшали два аниксовых камня в золотых оправах. На камнях были высечены имена двенадцати колен, шесть направо и шесть налево. Тора пишет об этом так и будет носить Аарон, их имена перед Всевышним на обоих своих плечах для помятования. Шмот 28.12 Примечательно, что теми же словами Тора говорит о надписях на камнях Ошина и будет носить Аарон имена сыновей Израиля на судном наперстнике, на своем сердце, при входе в своем святилище для памяти перед Всевышним всегда. Там же стих 29. Зачем нужно было высекать имена колен Израиля для памяти и на Хошине и на Ифоде? И почему на Ифоде все имена были записаны только на камнях одного вида? Ониксах и на Хошине на разных камнях, каждый из которых имел другой цвет и обладал уникальными свойствами. Мы уже с вами говорили, дорогие друзья, о том, что существует два типа служения Всевышнего. Первый – это путь благочестия и духовного самосовершенства. Когда человек служит Творцу осознанно, с радостью в сердце, исполненный желаниями соединиться с Ним, второй путь, он – преодоление самого себя и своего дурного начала. Это тогда, когда человек служит из страха, по необходимости, постоянно заставляя себя исполнять волю Всевышнего. Первый служит Господу с радостью и желанием всем своим существом, всем сердцем, как будто своим лицом к лицу Создателя. В то же время, как второй служа по принуждению, необходимостью, как бы идет за Творцом, как сказано, за Господом, Богом вашим следуйте и его бойтесь. Дворим 13.5 Хошин Айфот символизирует эти два типа служения. Хошин, который Аарон, первосвященник, носил на груди, на сердце символизирует тех людей, которые служат Всевышнему лицом к лицу. В то время, как Айфот, который первосвященник носил сзади, символизирует тех людей, которые служат Богу по второму типу, стоя за ним. Роль же Аарона, первосвященника, который является наивысшим духовным лицом и представителем всего народа Израиля во время храмовой службы, это придавать силы в служении обоим этим типам людей. Поэтому в его одеяниях есть Хошин, чтобы он нес для памяти именно тех, кто служит Всевышнему с любовью и желанием. А также он надевает Айфот, чтобы нести на своих плечах именно тех, кто через силу идет в своем служении за Творцом. Таким образом, первосвященник как будто полностью растворяется в своей миссии, в том, ради кого и от имени кого он послан, святая святых. И, следовательно, кто входит туда. Весь народ, дорогие друзья, давайте же будем едины во всем, особенно в служении и приближении к Творцу. Браха вацлаха. Будьте здоровы. Шалом, ваш Равин Каплан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok